всем доброго дня дорогие мои очередной мой ролик но это информационного характера ролик я в описании наверно тоже поставлю потому что много это интересует это и задают и фейсбуке ну там конечно отвечают у рим в группе там ответ есть камину у большинства нет сейчас россии нету фейсбука подключить на фейсбук instagram поэтому у меня спрашивают иногда вот вчера спрашивали тоже как по поручительству взять в нж дают ли это на какой срок дают по в нж по поручительству в нж я хочу сразу сказать что если даже у вас тут близкий родственник мама папа брат сестра которые являются допустим гражданами турции да все равно если вы будете подавать на поручительство в нж даже в открытом районе разницы нет открыто открыто потому что по поручительству дают на полгода дают туристик на полгода больше не дают вот там тоже возмущается девушка женщина у него дочка тоже гражданка турции она на два года подала оплатила конечно все страховые выплаты все все ей дали на полгода на полгода и она как мне вернуть за полтора года выплаты вот страховые но там ответили специалисты у нас же здесь живут те которые уже по 20 30 лет до живут даже те которые помогают даже оформляют вот эти документы вот они пишут что вернут только за один год могут вернуть синдеримом а со скидкой да но почему вот так вот да вы подали например на два года вам дали на полгода вот такие законы здесь такие законы здесь вот на полгода поэтому если вам кто-то скажет что по поручительству на два года сделаем нет сейчас не делает сейчас нельзя и неважно кто это будет за вас поручаться ваш брат сестра ком сват разницы нету вот такие вот ужесточение законов в нж именно вот касательно вот этого по поручительству остаются тут и единственная студенческой это надо с университета обязательно непосредственно с университета взять у них они там адрес не вот это должны делать где вы живете сейчас есть такая такая форма который называется ну маратаж это надо обязательно общем очень много таких бюрократических таких вещей которые вы должны выполнить даже студентам студенческие то надо чтобы у вас был там короче адресное все все где вы живете у кого живете где арендовываете квартиру студенческий даже вот представляете да не то не то что вот например вы например поступили на учебу и сразу вам выдали студенческий ничего подобного остается единственно сейчас более-менее таким это конечно трудно очень это рабочая виза и по замужеству по замужеству тоже видите как уже например приехали у вас два месяца без визовых дней пошли расписались и подали это нет у вас уже должно быть в нж как разницы нет какая туристик там по рабочке потопу разницы нет разницы нет вот у вас должно быть в нж вот после того действующего нж с ним вы пойдете расписываетесь получаете свидетельство о браке вот после этого вы подаете уже по новой уже на основании новых документов на в нж по браку но хочу сразу заметить что не дай бог если узнает что это эффективный брак да аннулирует вас в нж и даже могут поставить вам депорт я сразу хочу сказать эффективно не катит проверки постоянные особенно по браку но поэтому даже если под посту как вам в нж вот сейчас вот такие сделали строгие вот такие вот с иностранцами поэтому я вам говорю все как есть говорят же предупрежден уже тот вооружен так что единственным выходом здесь чтобы турции лига легально жить это купить квартиру за 200 тысяч долларов это первое потопу второе первое это самое главное это по инвестиции пока еще на стоит 400 тысяч долларов покупать и недвижимость вот второе недвижимость а 200 тысяч третье это рабочая виза четвертое это по замужеству пятое это студенческая но естественно еще вы можете например если на лечении находитесь если все документы с больницы что вы находите на лечении могут сделать еще туристик но по медицинским соображениям здесь гуманно в этом плане относится к этому гуманно до окончания вашего лечения вот такие дела ребята все вам было пока